Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! — Сегодня тема нашей передачи «Меня бесит любимый муж». Как часто к вам приходят с этим вопросом в кабинет? Я могу сказать, что часто. Ну, наверное, это ожидаемый ответ. И вот такая заранее обозначенная противоположность или некоторое противопоставление «бесит» и «любимый» в общем регулярно, как сейчас говорят, взрывает мозг людям. То есть растаскивает его на части в какой-то степени. То есть есть в такой теме, в таком вопросе, в такой постановке проблемы однозначно заявлена какая-то, видимо, противоположность, какая-то несовместимость. Вот. Хотя, возможно, кто-то, может быть, вы как-то слышите эту тему по-другому? — Я хотела спросить, часто ли женщины, которые предполагают, ну или чувствуют, что они любят своего мужа, готовы употребить именно вот это категоричное слово «бесит»? Или пытаются его подменить, смягчить как-то, ну, поюлить каким-то образом, но не называть именно свое чувство или свое отношение вот таким категоричным образом? — Я отвечу, но прежде хочу, может быть, вы скажете, потому что женщины с женщинами говорят одним способом. Часто ли ваши подруги, знакомые, может быть, незнакомые используют это слово в вашем присутствии? Именно «бесит». — Именно в женском круге? — Именно в женском круге. — Ну, практически всегда, может быть, за единичным исключением и то только в семьях, где, ну, не принято, может быть, вот такими сильными словами выражаться и использовать их. Вот так, наверное, из моих знакомых, подруг, ну, практически все женщины говорят об этом. — Что муж, несмотря на любовь, несмотря на отношения, вот порой именно «бесит», «бесит», «раздражает». — Ну, вот вы сейчас говорите и употребили слово «раздражает», то есть мы подходим к каким-то аналогам, к каким-то синонимам этих слов, да? То есть это вот такая попытка разобраться, что же все-таки хочет сказать человек, что хочет сказать женщина, жена, раз она говорит о муже, да, когда говорит, что он бесит. То есть что за этой фразой стоит, вот мы потихоньку сейчас, может быть, подбираемся к этому, да, что она хочет сказать о том, что у нее есть выраженные полярные чувства, ну, противоположного полюса, да, что она вообще с этой стороны что-то, с этой я имею в виду, со стороны, ну, так называемой негативной, да, со стороны, которую люди обычно не очень хотят выпячивать, не очень хотят признавать. Вот она почувствовала это и понесла подругам. Зачем? С какой целью? Как вы думаете? — Ну, я думаю, чтобы сказать своим подругам о том, что мой муж вызывает во мне какие-то очень сильные, трудно переносимые чувства, с которыми сложно совладать. И, как я слышу среди своих подруг, ну, и в себе тоже это обнаруживаю, бесит, бывает настолько, что внутри есть готовность разрушить все. Семья, которая существует не первый год, не знаю, дети, отношения, они вот рискуют быть уничтожены, возможно, в этой буре, которая называется вот таким бешенством по отношению к любимому мужчине. — Ну, в чем здесь проблема? В этой потенции разрушить, как вы думаете? Я сейчас перевел, наверное, разговор, и вы за женщину, за жену, да, может быть, отвечаете. Как это видно? — Ну, за женщину, за жену, если женщина все-таки отвечает за эмоциональную составляющую в семье, то ее эти чувства, назовем их негативными, они влияют на все окружение. То есть эта вся обстановка в семье страдает в отношении с детьми, возможно, с родителями, с друзьями. Женщина и на работу иногда несет это бешенство, и там как-то его тоже пытается, ну, не знаю, или немножечко размыть, растратить, или, наоборот, принести и высказать еще раз, пережить это бешенство, рассказывая, может быть, своим коллегам по работе. — Ну, вот здесь действительно вопрос. Ведь меня бесит любимый муж, это какое-то такое, ну, фактология, да, я это признаю как факт. Какие вопросы могут из этого быть? Есть ли вообще вопросы? Может быть, женщина знает, что такое бывает, вы говорите, что такое среди подруг бывает. Вот она приходит, говорит, и в моей семье так происходит, да, ну, то есть мы обнаружили некоторый факт совместной жизни. Есть ли в этом вопрос? Ведь это в этом вопрос может быть, может и не быть, да, в этом есть только, ну, хорошо, и меня бесит, и нас бесит. Ну, давай вот обсудим, и мы сели, обсудили, выяснили, что у нас у всех похожим образом, успокоились и пошли дальше жить со своими мужчинами, со своими мужьями. Или здесь, на ваш взгляд, есть какой-то вопрос? — Вопрос есть, и я обращусь в данном случае за помощью к телезрителям. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 202-11-22, задавайте свои вопросы, рассказывайте истории, делитесь мнением и, может быть, даже спорите с нами. — Ну, да, может быть, вы расскажете, бесит ли вас ваша мужья, может быть, это какой-то выдуманный факт или вопрос, да, может быть, это тема о ком-то другом. — Ну, возможно, за этим желанием разобраться, почему бесит меня муж, стоит желание, потребность жить спокойно, в гармонии, наслаждаться созерцанием природы, какие-то удовольствия вместе испытывать. А вот это чувство, оно мешает, оно мешает расслабиться, оно мешает ослабить, возможно, контроль над ситуацией, довериться другому человеку. Я думаю, что за этим очень много всего стоит. Даже не думаю, я знаю, что за этим стоит. — Я вот в этот момент хочу сказать, что мы в определенную дорогу прошли. Вот просто пометить, ну, на мой взгляд, первое, был признан факт в моих отношениях с мужчиной что-то случилось, говорит женщина. Я это обнаружил. Это действительно шаг, потому что не всегда этот шаг бывает сделан, да. Иногда люди, как вы говорите, разрушают и что-то ломают в своей собственной жизни, не осознавая, что вот такие мощные чувства их на это провоцируют, да. То есть для того, чтобы эти чувства осознать, должна быть проделана какая-то работа. Это раз. Фактология, да. Немножко вклянусь, при том, что если все-таки кто-то идет по этому пути разрушения, ну, вот реализует это свое бешенство, то когда потом чувства остывают, немножечко эмоции гаснут, приходит сожаление, что возникает ощущение или фантазия, что все могло быть улажено по-другому. Или там мелочи, за которые мы вот так вот сцепились. Вообще, в чувствах много фантазий. Если сожаление приносит фантазии, вероятно, бешенство тоже приносит определенные фантазии. У нас звонок, Алексей. А, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Алексей тоже. Я слышала мне буквально бешенство. Я ничего не могу с тобой поделать. Причем он знает об этом и обещает мне, скажем так, больше так не делать, то есть измениться. Но тем не менее, как сильно, такие ситуации происходят, но регулярно. Вот что делать в данной ситуации? То есть закрыть на это глаза или как-то по-другому себя вести? Потому что вот такое раздражение каждый день, оно очень сильно изматывает. Спасибо. Спасибо, Ольга, за звонок. Вопрос какой-то зададите или нет? Уточняющий. Да, ну, наверное, нет. Может быть, у вас вопрос есть какой-то? Ну, может быть, мы сейчас будем пробовать отвечать, Ольга, а если что-то у вас возникнет по ходу, звоните к нам еще раз, и мы попробуем скорректировать. Ну, на мой взгляд, Ольга много всего о себе рассказала и об отношениях с мужем, и об этой ежедневности, о том, что вообще хочется, чтобы он вел себя по-другому. И Ольга задала вопрос, что с этим делать. Вот. Я думаю, что в этом вопросе два вопроса. Что делать с мужем или что делать со своим раздражением, со своим бешенством? Это в определенном смысле вилка, потому что, вероятно, она говорит о второй версии, да, что мне делать со своим раздражением, потому что первую версию, судя по всему, она уже попробовала, да, она сказала, я обращалась к мужу, я просила. Муж сказал, да, хорошо, я буду вести себя по-другому, вот, видимо, изменения в поведении другого человека не случились, и тогда речь идет о том, что делать мне со своим раздражением. То есть, ну, какой-то такой факт собственной жизни внутренней. Я вот сейчас пересказывал историю Ольги, я подумал, забавно, можно представить, что вот это раздражение внутри Ольги, ну, в ее каком-то мире, такая фантазия сейчас пришла, да, в ее каком-то мироустройстве, ее раздражение очень похоже на мужа. То есть, оно там внутри в ее собственном мире ходит, и, ну, этому раздражению нет места. Ну, то есть, оно также где-то чего-то оставляет посуду, ну, в символическом смысле, да, как муж вот ходит в, может быть, в каком-то устроенном мире Ольге, любимый, замечательный, признаваемый, ну, вот он как-то по-своему живет по своим законам, да, не по Ольгиным законам, а по своим законам, вот. Вот, и вызывает вот такие двойственные чувства, и любовь, и одновременно раздражение, и желание быть рядом, и желание переделать. Я сейчас не говорю о том вопросе, хотя он иногда возникает, если я хочу переделать, то с кем я потом буду рядом? Ну, это будет другой супруг, это будет другой мужчина, который, не знаю, делает все так, как хотелось бы, да. Ну, вот это желание переделать, оно откуда берется? Оттуда, что у нас у каждого есть в голове представление, ожидание, мы каждый знаем, как нам надо или как нам хочется, чтобы у меня было в отношении с другим человеком. Ой, тут целый спектр ответов, Елена. Я думаю, что те люди, которые всерьез, ну, начинают этим заниматься, что значит всерьез? Ну, просто их раздражение берет их за шкирку и заставляет этим заниматься. Ну, либо они потеряют все, или многое, да, так это бывает. То есть, либо надо все бросать и начать заниматься раздражением, либо раздражение внесет какие-то коррективы. Так почему это может происходить? Объяснений здесь огромное количество, и версий огромное количество, наверное, сколько психологии, сколько психологов, психотерапевтов, взглядов. Здесь можно говорить о семейных установках каких-то, и мы тогда идем в семейную какую-нибудь системную психотерапию. О психоаналитических корнях каких-то, да? Да, здесь можно говорить о психоаналитических, здесь можно говорить о наследственных каких-то вещах. И, в общем, по большому счету, всегда можно что-то обнаружить, да, почему человек себя ведет таким каким-то определенным образом. Но Ольга ведь задала вопрос, что с этим делать. То есть, можно ли... Она спросила версии, вот смириться, да, ну, как я услышала, оставить все как есть, или вот действительно что-то другое попробовать сделать. Ну, еще раз, речь идет о своем собственном раздражении, и тогда Ольга становится исследователем своего собственного раздражения. Но тогда ее раздражению придется найти место в собственной душевной организации. Ну, грубо говоря, ее замечательный супруг, ну, действительно, да, я сейчас без иронии говорю, в ее жизни вызвал такое возмущение, ну, грубо говоря, разбудил раздражение, которого Ольга до этого не знала. Который теперь, возможно, не все относится к ее мужу. Я думаю, что оно в основном относится не к ее мужу. Оно относится к тому, что в ее внутреннем собственном мире окружающая действительность очень часто выглядит или видится сквозь призму внутреннего мира. Если я привык, ну, внутри у меня как-то сформировалось личностно, что у меня везде все порядок на всех полочках, то я хочу и вокруг видеть порядок, да, у меня будет везде. Здесь есть какое-то соответствие. У творческих, почему говорят, что посмотри на, ну, это, конечно, не стопроцентно так, но у большинства и у большого количества творческих людей на столе творческий беспорядок. Ну, это примерно то же самое, что происходит в их собственной голове. Там стакан с молоком может лежать рядом с плоскогубцами. В общем, для обычного человека, точнее, для человека, который не творит, эти вещи должны лежать раздельно. Для мужчин это точно нормально. Плоскогубцы и молоко рядом. У меня все структурировано и по порядку. Да. Вот. Какие мысли, какие ассоциации плоскогубцы вместе с молоком могут вызвать и к чему привести? Это большая история. Так вот, раздражение. Муж носит имя раздражения во внутреннем мире, да, и теперь приходится это раздражение. То есть, Ольга ведь замечательно сказала, каждое утро, видясь с мужем, я вижусь со своим собственным раздражением. То есть, ну, в какой-то степени у нее появился такой внутренний объект, если хотите, да, внутренний житель. И, наверное, она на пути, это вот к вопросу, что делать, наверное, она на пути того, чтобы начинать исследовать, я так это назову. Осваивать, да, свое раздражение. Осваивать свое раздражение, находить ему попутчиков, может быть, выяснять, откуда оно взялось, взялось ли оно, прям пару слов, да, взялось ли оно с первого дня брака или оно появилось недавно. Ведь недавно, ведь Ольга сказала, что они 10 лет в браке, но мы не знаем, как давно оно появилось, да, что-то еще. Кстати, вот это тоже момент, я помню, что вы хотите что-то спросить, но это, ну, небольшой момент. Ведь иногда кажется и очень хочется, чтобы так казалось, что некоторые вещи в жизни бесконечны и незыблемы. Ну, молодость может длиться бесконечно, брак может длиться бесконечно. Сегодня была на приеме женщины… Любовь восторженная, когда мы не испытываем раздражения. Да, сегодня была на приеме женщина, у которой умер муж. И она очень переживает по этому поводу. Я ее спросил, но вы думали о том, что так может случиться, что он умрет? Она сказала, нет, я даже этой мысли не допускала. Ну, я не стал дальше развивать, но ведь это важный момент, почему и как в моей голове это устроено, что мы каких-то вещей не допускаем, да, что дети могут повзрослеть и уехать из дома, что в семье что-то может измениться, да, что кто-то может уйти или кто-то может прийти. Вы что-то хотели спросить? Сначала ремарку. Я вспомнила, как говорит моя одна подруга, у нее свое отношение к конфликтам в семьях. И она всегда спрашивает, вы что, бессмертные? Вы тратите время на конфликты, на выяснение отношений, допустим, там не разговариваете несколько дней. Вот неужели вы чувствуете себя бессмертными? То есть жизнь скоротечна, вот пользуйтесь тем моментом, что вы рядом и берегите друг друга. Мой вопрос был о том, если Ольга начнет исследовать свое раздражение, возможно ли это внутри раздражения разделить, что вот этот кусочек, он, да, относится конкретно к моему мужу. А этот, например, кусочек я привнесла в отношения в своей семье из отношений, ну, например, со своим отцом, или там с братом, или с начальником, или с дедушкой, ну, еще с другими какими-то мужскими фигурами. Я не знаю, Елена, отвечу ли я сейчас на ваш вопрос. Я продолжаю в каком-то очаровании быть, очаровании в смысле позволяю этой истории, которую я услышал от Ольги, начать жить внутри меня. Ну, наверное, это моя какая-то психотерапевтическая, рабочая, не знаю, такая ловкая это не назовешь. Ну, способность, да, вот история как-то развивается. Я вдруг подумал, что, ну, может быть, о каком-то определенном кризисе, о каком-то определенном быте, который настолько устаканился, и муж это чувствует, и Ольга, может быть, это чувствует. Ну, все настолько смазано, все настолько пригнано, все настолько похоже на однообразие и смерть. Мы в прошлый раз, по-моему, об этом говорили. Но смерть не в этом, не в буквальном смысле, а в смысле из этого ушла жизнь какая-то, да? Ну, отсутствие ярких чувств каких-то, да, возможно? Да, и кому-то из супругов приходится это немножко подогревать, немножко это взрывать, немножко... То есть это как подкинуть дров в топку, чтобы наш паровоз ехал дальше, еще, допустим, 10, и еще 10. Да, да, заводить. То есть ведь в каком-то смысле мое раздражение на другого человека, что он ставит куда-то не туда кружку, это вообще напоминание о том, что он есть. Свет не выключает в ванной. Да, да, это какое-то напоминание. Ведь кто-то не выключает свет, ведь кто-то ставит кружку, этот кто-то ходит и каждый день ставит кружку не туда. Что он хочет этим сказать, да? Может быть, он даже сам не знает. Ну, то есть вот эта версия о том, что эти чувства появились, да, и по работе в кабинете я знаю, что чувства иногда намного раньше проявляются, прорываются в человеческие отношения, чем разумение об этих чувствах появляется. То есть вот что-то эти чувства, какую-то неустроенность показывает. В смысле наоборот, какую-то устроенность, может быть, да, какую-то заведенность. И вот что-то требуется демонтировать. Кстати, ну какие-то вещи, может быть, действительно на протяжении времени устаревают, их приходится демонтировать, чтобы заменить другими, да? Да, иначе все сгниет и рухнет. Если пофантазировать, к чему идет вот этот кризис, да, в этих отношениях у Ольги с мужем? То есть он же кружку ставит всегда в его понимании туда. То есть это в ее понимании не туда. Но вы говорите о том, что это к чему-то идет. То есть у семьи, у отношений есть потребность двигаться дальше, развиваться. Куда могут двинуться их отношения? Обратно в чувства. То есть тогда вот эти бытовые вопросы должны отойти на другой план, а вперед должны быть выпечены, что, разговоры о чувствах, об отношениях? Ну, возможно, так. Какое-то тактильное взаимодействие? Возможно, так. Возможно, когда люди встречаются первые годы, им кажется, что все сделано. Ну, в смысле, брак устроен, мы любим друг друга, чувства на своих местах. Появилось ощущение уверенности, безопасности и желания длить так бесконечно. Но вдруг важным вот в этом пространстве между двумя людьми, которое раньше не было ничем наполнено, кроме как чувствами. Да, люди говорили друг другу о чём. Ну, то есть, или там было какое-то притяжение, да, там были, может быть, искры, там было, может быть, тепло какое-то. Ну, что-то было наполнено. И вдруг, или не вдруг, со временем мы об этом говорим, да, эти чувства ушли на второй план, и на первый план вышли предметы. Кружки, семечки, носки, кастрюли, борщи, свет. Возможно, её, Ольгиного супруга тоже что-то бесит. Слово-то какое интересное, бесы, да, ну, раздражает. То есть, что-то какие-то бесы, ну, в этом, в таком общеупотребимом смысле, да. То есть, вот что-то такое начало взрывать, да, подогревать. И вот, может быть, отвечая на ваш вопрос, речь идёт о том, чтобы вернуться к чувствам. Возможно, их стоит обсудить, возможно, их стоит обнаружить. И, возможно, после этого снова на долгие годы наступит равновесие и время, когда об этом не говорят. Ну, вероятно, мы наблюдаем качели в человеческих отношениях. Когда-то эти отношения утихают, а когда-то они снова разгораются. И из-за этого они живут очень долго. Алексей, нужно ли в отношениях говорить о раздражении? Или лучше разбираться с собой, со своим раздражением, разбираться какие-то там фигуры, или осваивать его? Или всё-таки обозначать партнёру, что меня в бытовом плане какие-то вещи не устраивают, давай договариваться? Как это правильно? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что говорить о раздражении нужно. В конце концов, целая палитра чувств людей связывает. Здесь бывает опасность и тревога людей, что когда они испытывают раздражение друг к другу, им вдруг кажется, что любовь ушла. Или хорошие чувства ушли. Это то, с чего мы начали. То есть кажется, что эти чувства полярные, и либо одно, либо другое. Если появляется раздражение, такие истории тоже в кабинете есть. И супруг тогда задаёт вопрос, ну что, я перестал любить, и мне нужно там разводиться? Или мне нужно уходить? Или ещё что-то? И в этом смысле паре приходится вот эту часть раздражения, эту часть бешенства, эту часть палитры собственных чувств присоединять к себе, осваивать. И я думаю, что мы тоже знаем массу примеров, когда и литературных, и актёры, кстати, очень много про это говорят. Я люблю иногда читать и рекомендую своим пациентам, слушателям, зрителям, да. Потому что это люди, в основном, если мы говорим о талантливых, гениальных, замечательных актёрах, ну, они у нас все на слуху, да, это люди, которые очень близко занимаются похожим делом, я думаю, что и психологи, и психотерапевты. То есть они каким-то образом прикасаются к чувствам, раз, во-вторых, они видят, что люди неплоские, и им приходится этих неплоских людей играть, да, и на сцене показывать. Вот, что всегда это что-то объёмное, за раздражением может быть страсть, за любовью может быть безразличие, что там кроется, какая матрёшка при этом, да. Ну, клянюсь, это же какая-то детская история, когда ребёнок маленький начинает сомневаться в любви мамы, после того, как увидит её сердитой, там, злой, она поругалась, устаканивается, допустим, вот эта какая-то разборка, да, или скандал с мамой, и ребёнок приходит, и мама начинает терпеть. «Мама, ты меня любишь? Мама, ты меня любишь?» То есть у ребёнка несовместны эти чувства любовь и злость. Что, мы тогда во взрослую жизнь это переносим? То есть у нас раздражение отменяет любовь? Возможно, это так. Я задумался, мне не очень нравится это противопоставление, да, что мы за ребёнка что-то думаем. Но действительно, в любви или в злости любовь трудно иногда сыскать, особенно когда люди бьют словами наотмашь, когда говорят очень обидные вещи, когда поддевают очень сильно, да, ощущая себя задетыми. Вообще это такая ситуация любви. Люди её ищут, но вместе с любовью вот эти все демоны появляются, которые наполняют бесы, да, если от слова бесить. И раздражение, и ревность, и обида, и стыд, и вина. И, ну, в общем, не я первый, кто об этом говорит, что приходится эту всю чашу пить, если говорить романтическим языком. Да, вот. И я думаю, что это действительно та штука, на которую стоит потратить жизнь или там часть жизни. Ну, если мы говорим с позиции экономики, у нас сейчас экономика рулит, да, ну, какой-то есть, условно говоря, эмоциональный бюджет, да, какое-то некоторое количество чувств, связанных с детьми, связанных с родственниками, то, ну, приходится выделять время, силы на то, чтобы разбираться в том, что связывает с любимым и ненавидимым человеком. У тебя давно подметили любовь и ненависть, там, один шаг и раздражение, да. Ну, при этом мы же тоже говорим о том, и мы знаем, наверное, через свой жизненный опыт, если человек вызывает, в нас пробуждают любовь, то вместе с любовью начинают так же ярко просыпаться и другие чувства. И та же ненависть, то есть мы начинаем все чувства острее переживать. Ну, да, это так. Так и чувства, кстати, вот хорошая, можно вернуться к хорошей метафору, ведь вот эта метафора порядка в доме – это метафора рациональности. Все на своем месте. Я знаю, где лежат чашки, я знаю, где лежат кружки. Ну, ровно так же располагаются мысли в голове, когда в них нет эмоций, когда туда влетает буря эмоций. Ну, представьте себе фильм, в котором показывают любовную сцену, которая разворачивается на кухне. Что там происходит на кухне? Все приходит в хаос. Но при этом, ну, если смотреть на предметы, да, там будут разбросаны вещи разбитые, может быть, растолканные кружки, поцарапанные полы, я не знаю, да, если там стол двигали, еще что-то. Вот в моей голове сейчас фантазия развивается, да. Но при этом, если мы смотрим на кружки, мы говорим разрушение, да. Если мы смотрим на двух двигающихся людей при этом, мы говорим, это разрушение, не только разрушение, там есть что-то еще, да, там есть жизнь, там есть взаимодействие, там есть знакомство. Перебью. Ольге тогда придется осваивать свое раздражение, потому что в ее порядке нужно где-то найти его, да, найти ему место. Время нашей передачи заканчивается. Будем прощаться, призываем наших телезрителей звонить к нам в студию. Мы выходим по вторникам в 18.15. Да, Ольга, спасибо вам за звонок, спасибо за историю отношений с мужем, потому что эта история сразу, как лакмусовая бумажка, делает нас всех одновременно мужьями и женами, и в это пространство выяснение погружает. Всего доброго, да. Увидимся через неделю. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова